Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! В эфире программа «Детали» и сегодня у нас в гостях министр социального развития, труда и занятости Эльзетеева Марина Петровна. Здравствуйте! Добрый день всем зрителям! 15 мая вчера отметили Международный день семьи. Забота о гражданах, воспитывающих детей, в центре внимания, особое внимание, конечно, уделяет наше государство. И с прошлого года действуют национальные проекты, среди которых есть и вопрос демографии. Скажите, как реализуется эта тема у нас в республике? Да, прежде всего, мне хотелось бы начать с поздравления с Международным днем семьи. Поздравляю все семьи республики, желаю всем, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, добра, мира, радости, всего самого лучшего. И чтобы мы побыстрее завершили этот период карантинных мероприятий, ограничений и уже просто радовались солнцу, радовались лету. Всем добра и счастья. Как раз говоря о Международном дне семьи, мне хотелось бы отметить, что вот именно в эти дни, в мае месяце, в республике проходит региональный этап конкурса «Семья года». Это мероприятие, которое реализуется в республике с 2016 года. И каждый год у нас очень живо, красиво проходило это мероприятие, поэтому, безусловно, введение ограничительных мероприятий, оно наложило отпечаток на формат проведения этого мероприятия. В текущем году он проходит в дистанционном режиме. Буквально в конце апреля мы провели первый этап, когда непосредственно рассматривали заявление о семей и принимали решение о допуске до второго этапа. 13 семей у нас подали заявки для участия в региональном конкурсе в текущем году, и все 13 семей по решению членов жюри, допущенные для участия в региональном этапе. Поэтому в период с 20 по 24 мая мы планируем рассмотреть уже дистанционно те материалы, которые нам пришлют семьи и участники. Это будет представление семьи в виде визитной карточки, а также музыкальный номер. Соответственно, конкурс проводится по пяти номинациям. Традиционно мы сохранили эти номинации. Это многодетная семья, сельская семья, молодая семья, семья-хранитель традиций и золотая семья. Как я уже отметила, что вот в таком дистанционном режиме, поэтому, соответственно, и награждение будет в дистанционном режиме. К сожалению, не получилось у нас перенести конкурс на более поздний срок, поскольку до 25 мая мы должны подать заявку от республики для участия нашей семьи, представителей наших семей в федеральном этапе конкурса. Поэтому, безусловно, все материалы о конкурсе мы обязательно осветим на наших информационных ресурсах. Это очень доброе и позитивное мероприятие. Цель конкурса, безусловно, привлечь внимание. И, наверное, в большей части это повышение престижа семейных ценностей, внимательного и ответственного родительства и так далее. Поэтому это вот одно из мероприятий, которое также влияет на те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Это прежде всего национальный проект «Демография». Сейчас в период ограничительных мероприятий немного сместились у нас акценты с реализации основных мероприятий, национальных проектов на защиту граждан в период пандемии. Но, тем не менее, на повестке и нашего министерства, и всех отраслевых органов исполнительной власти национальные проекты это основная работа, основная задача для всех и ключевая. Если говорить о национальном проекте «Демография», то среди 11 национальных проектов, которые сегодня реализуются в республике, наверное, это один из основных проектов, на реализацию которого в период с 2019 года по 2024 год будет направлено более 4,5 миллиардов рублей. И все мероприятия, которые реализуются в республике, они реализуются по пяти проектам, которые входят в федеральный проект. Первый и основной – это финансовая поддержка семей, имеющих детей. Второй проект – это содействие занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми и, соответственно, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Это проект «Старшее поколение», проект «Спорт. Норма жизни» и формирование здорового образа жизни. На самом деле, пять проектов объединяют деятельность нескольких органов исполнительной власти, поэтому все мероприятия реализуются, скажем так, совместно. И сказать и определить здесь какого-то одного ответственного невозможно. Но Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия ответственно непосредственно за один из таких крупных проектов – это финансовая поддержка семей, имеющих детей. И именно в рамках данного регионального проекта реализуется ряд мер поддержки семей. Это первое – это ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет. То есть при рождении первых детей осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета. При рождении третьих и последующих детей – это средства федерального и регионального бюджета. Кроме того, в рамках проекта за счет средств регионального бюджета предоставляется региональный материнский капитал, размер которого мы увеличили с 1 января 2019 года до 100 тысяч рублей. И право на него имеют семьи при рождении третьих и последующих детей, а также единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей, то есть разово, для молодых мам в возрасте до 25 лет. Отмечу, что ключевой задачей реализации этого проекта является увеличение суммарного коэффициента рождаемости. На сегодняшний день этот показатель по Республике Калмыкия по итогам 2019 года составил 1,54, то есть это количество рождений на одну женщину, что немного превышает в целом показатель по Российской Федерации. Если говорить о размерах и условиях получения этих выплат, которые предусмотрены национальным проектом «Демография», то выплаты до 3 лет имеют право получать семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратного размера величины прожиточного минимума. То есть это доход на члена семьи ниже 20 298 рублей, примерно в этом диапазоне, на каждого члена семьи. По этому критерию, учитывая, что он был повышен с полуторакратного до двукратного, практически все семьи Республики Калмыкия и при первых рождениях и по третьих последующих являются получателями этой меры поддержки. Распространяется она на детей, родившихся с 1 января 2018 года. Размер выплаты в текущем году составляет 10 211 рублей ежемесячно. На сегодня количество семей, которые получают выплаты на первых детей, составляет 1477 семей. На третьих и последующих детей 2177 семьи. Получают региональный капитал и реализовали его право в текущем году, только уже с начала года, 316 семей. И 234 молодые мамы уже с начала года получили выплаты 30 тысяч рублей при рождении ребенка. В целом, на реализацию данного мероприятия и данных мер поддержки, которые реализуются у нас в рамках национального проекта «Демография», в 2020 году будет направлено более 600 миллионов рублей. Если мы говорим о мерах поддержки семей уже в период пандемии, то есть это те мероприятия дополнительные, которые были приняты на федеральном уровне и не имеют отношения к национальному проекту «Демография», то здесь поддержка граждан распределяется по двум направлениям. Это ежемесячные выплаты, которые рассчитаны на семьи, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно, то есть это от 3 лет до 7 лет 11 месяцев, потому что очень много вопросов возникает у жителей республики как раз-таки по возрасту детей. Размер выплаты составляет 5105 рублей, и на нее могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. Это 10 119 рублей. Понятно, что у каждой выплаты свой размер, свои условия, свой порядок назначения. Поэтому вот по семьям от 3 до 7 выплата в 2020 году, как я уже сказала, составляет 5105 рублей. И прием заявлений по этой выплате будет осуществляться после 20 мая. Заявление можно подать либо на портале госуслуги, либо обратившись в многофункциональные центры, либо в Центр социальной защиты, но в нынешних условиях по предварительной записи. В чем нюанс этой выплаты? Что в текущем году, учитывая, что право на нее возникло с 1 января 2020 года, выплата будет осуществляться только в июне месяце, то, соответственно, семья получит эту выплату общим итогом с начала года. В июне месяце 30 166 рублей и в последующем ежемесячно до конца года 5 105 рублей. Если доходы семьи существенно не увеличатся, то эта семья в 2021 году уже будет иметь право на ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума, то есть размер будет 10 119 рублей. Плюс в период непосредственно распространения коронавирусной инфекции и поддержки семей, имеющих детей, приняты, на мой взгляд, беспрецедентные меры на федеральном уровне. И, соответственно, этими мерами будут охвачены все семьи, имеющие детей в возрасте от рождения до 16 лет. Первая группа семей – это имеющие детей в возрасте от 0 до 3 лет, то есть от рождения до 3 лет. Размер выплаты составляет 5 000 рублей на 3 месяца. Это апрель, май, июнь. Кроме того, для семей, которые имеют детей в возрасте от 3 лет до 16 лет, выплата будет разовая – 10 000 рублей. Получить ее можно будет уже в июне. Что касается вот этих выплат разовых через Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальное подразделение по Республике Калмыкия, прием заявлений осуществляется уже сейчас. На сегодня по выплате до 3 лет, по данным Пенсионного фонда, более 6 000 обращений. Понятно, что есть отказы в связи несоответствуемым условиям, которые установлены нормативными актами. Но, тем не менее, по результатам апреля, выплаты были назначены уже на более чем 5 000 детей. По оценке, которую мы провели с Пенсионным фондом по Республике Калмыкия, общее количество детей, на которые положены выплаты именно по данному направлению, составляет более 9 000 детей. Выплаты от 3 до 16 лет – это где-то в диапазоне 49 000-50 000 детей. То есть это достаточные… По сути, все семьи, имеющие детей, охвачены этими мерами социальной поддержки. Если говорить о выплатах от 3 до 7, учитывая, что они привязаны к уровню доходов, то по оценке на сегодняшний день мы прогнозируем, что это будет не меньше 8 386 детей. Это ровно те дети, которые у нас сейчас имеются в наших базах региональных. Но по прогнозу это количество будет больше по мере поступления обращений, обработки заявлений. Соответственно, все выплаты будут назначаться в те сроки, которые определены действующим законодательством. Что касается подачи заявлений, то по выплатам разовым через Пенсионный фонд необходимо подать заявление и есть право подать заявление до 1 октября. Что касается выплат от 3 до 7, то право такое у семьи есть подать заявление до конца текущего года и получить выплату нарастающим итогом в последующем уже ежемесячно. Ну, вот как бы кратко то, что мне хотелось бы сказать о реализации национального проекта «Демография» с точки зрения поддержки семей. Понятно, что есть и мероприятия, которые направлены на поддержку граждан пожилого возраста в рамках старшего поколения. Есть у нас и мероприятия, которые в рамках старшего поколения запланированы по улучшению качества предоставления социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания. То есть сейчас мы работаем над разработкой проектно-сметной документации и включение двух объектов наших для пожилых граждан в федеральные программы. Ну, это и вот те мероприятия, которые, как я уже отметила, реализуются по другим органам исполнительной власти. Ну, самое важное, наверное, это строительство детских садов, то есть непосредственно групп для детей до 3 лет. Их вот за период с 2019 года по 2021 год в республике будет создано более 810 мест, дополнительных мест именно для этих этих людей. За счет пристроя в том числе? За счет пристроя в том числе. И, соответственно, цель основная этого проекта все-таки для того, чтобы молодые мамы и мамы, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, они имели возможность трудоустроиться. Вот, поэтому и создаются эти группы в дошкольных образовательных организациях именно для детей в возрасте до 3 лет. Это основная цель проекта, и она реализуется, да. На сегодня также осуществляется строительство спортивных объектов в сооружении по национальному проекту «Спорт. Норма жизни». Все объекты, которые строятся, либо строительство, которых запланировано в рамках национальных проектов, находятся под личным контролем главы республики Калмыкия, обыду Сергеевича Хасикова, а также контролируются правительством республики Калмыкия. Поэтому для того, чтобы осветить, наверное, все направления, все цели и задачи национального проекта «Демография», требуется вот такой круглый стол, где могли бы выступить участниками все участники, все органы исполнительной власти, которые задействованы в реализации мероприятий национального проекта «Демография». Ну вот мы все услышали о федеральных мерах поддержки населения во время коронавируса, во время пандемии. Что касается региональных мер поддержки, какие предприняты решения? На сегодня мы отмечаем, что вот у нас есть блок направлений, которые направлены на стимулирование рождаемости, то есть это национальный проект «Демография». Но кроме этих мер, за счет средств регионального бюджета, оказывается также достаточное количество мер, направленных на поддержку семей с детьми. Это региональные нормативно-правовые акты и расходные обязательства по этим мерам, они полностью уложатся на, скажем так, являются расходами республиканского бюджета. По оценке 2020 года более 700 миллионов рублей, вот не затрагивая национальный проект «Демография», будут направлены на меры поддержки семей имеющих детей. Это и закон о поддержке многодетных семей, в рамках которого осуществляются ежемесячные выплаты на питание детей, посещающих общеобразовательные организации. Это 30-ти процентная компенсация расходов на оплату ЖКУ по многодетным семьям. Это единовременные выплаты, которые мы ввели с 2020 года, 5 тысяч рублей на ребенка, посещающего общеобразовательную организацию, на подготовку к школе, это будет в летний период непосредственно поддержка. Только на закон о поддержке многодетных семей мы направляем в год, вот в текущем году, как я уже сказала, это более 230 миллионов рублей. Это закон о ежемесячных пособиях на ребенка, тоже расходные обязательства. Пусть размер выплаты небольшой, 244 рубля, для одиноких мам в два раза выше, но тем не менее это 97 миллионов рублей средств регионального бюджета. Это и компенсация части родительской платы на детей, посещающих дошкольные образовательные организации, адресные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, закон о государственной социальной помощи. Кроме этого, это питание беременных кормящих мам, которые реализуются по линии Министерства здравоохранения. То есть весь этот блок больших мероприятий, которые направлены на поддержку семей. Но, тем не менее, правительством Республики Калмыкия сейчас прорабатываются вопросы об оказании дополнительной поддержки именно на период распространения коронавирусной инфекции. И с учетом тех мероприятий, которые озвучены 11 мая на федеральном уровне, мы, конечно же, придерживаемся позиции, что поддержке в данном направлении нуждаются семьи, имеющие детей старше 8 лет и до 18 лет, которые не попали в сферу тех решений, которые сейчас либо реализуются в рамках нацпроекта, либо приняты в рамках дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Поэтому эти меры прорабатываются, и думаю, что в ближайшее время мы уже проинформируем и, более того, приступим к их реализации. Во время пандемии какое-то количество людей осталось без работы. Вот в этом плане, как в нынешних реалиях складывается ситуация на рынке труда Калмыкии? Да, на самом деле очень сложная ситуация, и сложная она не только в Республике Калмыкия, а в целом в Российской Федерации и во всех субъектах Российской Федерации. На сегодня на федеральном уровне только за период с марта количество безработных, по данным Минтруда увеличилось на 735 тысяч. Соответственно, если говорить по Республике Калмыкия, то на текущую дату, на сегодня в службе занятости зарегистрировано 3526 человек. Уровень зарегистрированной безработицы, которую мы фиксируем, 2,6%. Если сравнивать с показателем на начало текущего года, то это был показатель 1,6%. С 1 марта в Центр занятости обратилось 3071 гражданин. Мы мониторим ситуацию, как я уже отметила, ежедневно. Это ежедневные мониторинги и передача сведений в федеральные вышестоящие организации, это и в Минтруд, и Роструд. Если говорить о приеме и подаче заявлений непосредственно в новом формате, а новый формат он введен с 9 апреля в рамках реализации временных правил постановки на учет безработных граждан, то с 9 апреля к нам обратилось 2086 человек. Понятно, безусловно, за этот месяц колоссальная нагрузка на сотрудников службы занятости, поскольку в новом формате работы предусмотрена подача заявлений гражданинам через портал госуслуги, а обработка всех сведений – это запросы в системе электронного межведомственного взаимодействия через ресурсы пенсионного фонда и управления ЗАГС по республике Калмыкия. Поэтому мы работаем в таком достаточно напряженном графике. Но из 3526 граждан, которые сейчас у нас состоят на учете в центрах занятости населения, 3025 получают пособия. Из них, если говорить по тем гражданам, которые получают размер пособия в максимальном размере, а максимальный размер для уволенных с 1 марта 2020 года составляет 12 130 рублей, это размер, величины минимального размера оплаты труда, то 804 гражданина из тех 3056, которые получают у нас сейчас пособия, то есть процент лиц, получающих максимальный размер, он невысокий. Значит, 1794 гражданина у нас получают пособия в минимальном размере. В минимальном размере сейчас получают те, кто являлись длительными безработными и обратились сейчас в службы занятости. Те, кто, к сожалению, работал без оформления трудовых отношений и существенно пострадали индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою предпринимательскую деятельность. Сейчас, по данным Федеральной налоговой службы, их 126 предпринимателей, которые завершили свою предпринимательскую деятельность в этот период ограничительных мероприятий, но не все из них пришли в службы занятости, то есть в службы занятости обратились только единицы. Значит, понятно, что ситуация сложная, и в данном случае мы каким образом можем помочь гражданам? То есть это либо максимальный размер пособия, при условии, если они соответствуют тем требованиям и условиям, которые определены на федеральном уровне, да, они получают 12 130 плюс 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Все остальные, кто были длительно безработные, имеют возможность только на минимальный размер, это 1500 рублей. Для того, чтобы решить эту проблему, учитывая, что не на все организации, не на все службы распространяются сейчас ограничительные мероприятия, и многие службы, в том числе и наши, продолжают работу, мы, безусловно, ведем работу с работодателями по наполнению регионального портала по вакансиям. И сейчас в службах занятости более 2000 вакансий, из них 630 вакансий, это те вакансии, которые представлены работодателями из-за пределов республики, да, то есть, по сути, проблема с набором кадров, она есть везде, и в том числе за пределами, ну, в других субъектах Российской Федерации. Поэтому понятно, что в данный период все работодатели понимают, что невозможно выезжать за пределы, поэтому у нас есть и много заявок на временные работы. Это сейчас и водители скорой помощи, сейчас это работники, которые заняты в сельском хозяйстве. Поэтому работу, в принципе, конечно, можно подобрать, исходя из условий и квалификации граждан, которые находятся в поиске работы и являются соискателями. Значит, за период с марта через службы занятости трудоустроилось 455 человек, в большей части 385 – это, безусловно, те, которые трудоустроены на временные и общественные работы, но, тем не менее, также есть примеры трудоустройства на постоянное место работы. Поэтому задача службы занятости сейчас максимально оперативна, да, вот решать вопрос. Понятно, что ограничительные мероприятия, они в последующем, мы надеемся, что после 24 мая будут поэтапно сниматься, и поэтому наша задача сейчас – как можно больше вакансий привлечь в региональный банк, а для того, чтобы мы могли это реализовать, нам нужна поддержка работодателей Республики Калмыкия, потому что по закону о занятости все работодатели обязаны предоставлять все сведения о вакансиях в центры занятости населения. Поэтому сейчас мы эту работу активно организуем. То есть у вас есть возможность сейчас призвать работодателей и сориентировать соискателей, где это можно сделать? Да, значит, для того, чтобы сориентировать соискателей, то все актуальные вакансии размещаются на сайте министерства, и более того, доступ к ним есть на портале «Работа в России». Поэтому можно сейчас, не выходя из дома, иметь актуализированную информацию по всем вакансиям, которые зарегистрированы в службах занятости. Но еще раз обращаюсь ко всем работодателям, которые, несмотря на ограничительные мероприятия, должны выполнять свои обязанности, которые установлены законом о занятости, это информировать службы занятости о вакансиях, и более того, информировать отделение пенсионного фонда по Республике Калмыкия, то есть Пенсионный фонд Российской Федерации, о всех случаях увольнения граждан и передачи своевременно сведений о трудовой занятости, об их среднем заработке в Пенсионный фонд, поскольку, обрабатывая поступившие заявления и данные на безработных граждан, мы столкнулись с проблемой, что если работодатель своевременно не представил эти сведения, то мы получаем, соответственно, нулевые сведения от Пенсионного фонда. Поэтому здесь, еще раз, пользуясь случаем, обращаюсь к работодателям. Необходимо выполнять свои обязанности, которые урегулированы федеральным законодательством. Ну вот карантин в Калмыкии продлен, и сейчас, вот в условиях пандемии, насколько эффективно Трудовой кодекс защищает работников? В соответствии с действующим трудовым законодательством и теми указами президента Российской Федерации, которые были приняты на федеральном уровне и определяли нерабочими дни период с 30 марта по 12 мая, соответственно, сейчас указ главы Республики Калмыкия до 24 мая продление нерабочих дней, значит, это нисколько не является препятствием или каким-то, да, вот таким фактом, который может повлиять на решение работодателя выплачивать заработную плату. Понятно, что нерабочие дни не относятся ни к категории выходных, ни праздничных, поэтому повышенный размер оплаты труда не предусмотрен, но в то же время для тех граждан, которые сейчас заняты и работают, работодатель может принять решение об установлении повышенного размера оплаты труда. Для всех граждан, которые находятся на режиме изоляции и всех граждан, которые на сегодняшний день заняты на предприятиях и организациях, для которых действовали эти нерабочие дни и продолжают до сих пор распространяться, они должны получить заработную плату в полном объеме. Что значит заработная плата в полном объеме? В соответствии с Трудовым кодексом, заработная плата, она состоит из трех составляющих. Это оклад, компенсационный и стимулирующий выплат, если таковые установлены либо на предприятии и в организации. Поэтому ответственность работодателей за сохранение заработной платы установлена. Заработная плата должна быть выплачена в том размере, в каком она определена трудовым договором между работодателем и работником. Понятно, что сейчас есть ограничения, что работодатель не может отправить в отпуск работника без его согласия, не может отправить его в режим простоя и не может не выполнить свои обязанности по выплате заработной платы. В то же время, учитывая, что существенная нагрузка на тех, наверное, в большей части это даже предприятия, организации, реального сектора экономики в пострадавших отраслях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в этих отраслях, но на сегодня проработаны ряд мер поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне, и как раз-таки вопросы, связанные с компенсацией расходов на оплату труда, они могут получить, либо воспользовавшись теми ресурсами, которые предлагают кредитные организации, либо теми, которые реализуются через налоговую службу. На сегодняшний день, по данным нашей налоговой службы, уже более 800 предпринимателей обратились и имеют положительное решение по рассмотренным заявлениям. Думаю, что каждый работодатель здесь должен, ну, понятно, принимать решение самостоятельно и нести ответственность, но обращаюсь ко всем работникам, учитывая, что у нас на сегодняшний день возникает и очень много вопросов у работников о соблюдении трудовых прав, что у вас есть право обратиться либо в трудовую инспекцию, если вы имеете факты несоблюдения и нарушения ваших непосредственно прав на оплату труда, либо обратиться на информационный портал онлайн-инспекция. То есть все вопросы, которые касаются регулирования трудовых отношений, они на сегодняшний день активно отслеживаются контрольно-надзорными органами и, соответственно, по результатам всех обращений трудовую инспекцию осуществляет выход к работодателю и здесь уже, безусловно, ответственность, она и материальная, и административная, и вплоть до уголовной ответственности. Но в то же время, понимаю, что и у работодателей сейчас тоже есть большой, скажем так, блок вопросов, которые трудно решаемы. Но, тем не менее, работник, он защищен трудовым законодательством. Надеюсь, таких сложных случаев не будет у нас в республике. Сложных. Что все понимают, что ситуация очень непростая. Ну и вот недавно стало известно о том, что из средств республиканского бюджета выплату будут получать социальные работники. Прокомментируйте это тоже. Да, правительством республики Калмыкия, учитывая, что 17 апреля текущего года все стационарные учреждения социального обслуживания перешли в режим, закрытый режим предоставления социальных услуг, то есть зашли на двухнедельные смены без права выхода за пределы учреждения, без права контактировать со своими родными и близкими. Поэтому 4 учреждения у нас приступили 17 апреля и 4 учреждения заступают вот на этой неделе. Те, которые заступают на этой неделе, это дома с невысокой наполняемостью. У нас были ряд организационных вопросов, которые необходимо было решить. Это размещение персонала, это и количество штатных единиц, заходящих в смену. Но тем не менее мы смогли урегулировать все эти вопросы. И все стационарные учреждения, которые предоставляют услуги пожилым гражданам и учреждения психоневрологического типа, они все перешли на двухсменный, двухнедельный и двухсменный режим работы в масштабах месяца. Соответственно, правительством республики принято постановление и введены дополнительные выплаты от 12 130 рублей для обслуживающего персонала за смену до 15 000 рублей. Это максимальный размер, который имеет право получить врачи и заведующие медицинскими отделениями также за смену. Но буквально только после принятия постановления правительства Республики Калмыкия о поддержке социальных работников, работающих в стационарных учреждениях, принято также решение на федеральном уровне. На сегодняшний день нормативные акты, порядки, разъяснения, они сейчас только формируются, но мы знаем уже точный размер выплат и мы знаем примерный объем средств, которые получит Республика именно на эти выплаты. Что касается региональных выплат, то за первую смену 17 апреля по 1 мая уже работники получили в полном объеме и только за одну смену более 2 млн. рублей из республиканского бюджета направлены на поддержку социальных работников, которые отработали первую смену. Так что не нужно верить этим фейкам, которые пишут о том, что никаких выплат не производится. Вот мы получили исчерпывающий ответ. Есть проблема у нас по поддержке сейчас социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому, но этот вопрос дополнительно прорабатывается на региональном уровне, поскольку на федеральном поддержка на сегодняшний день пока не предусмотрена. Ну, самое главное, что вопрос решается, и я надеюсь, что в ближайшее время все эти вопросы будут решены. На мой взгляд, мы получили исчерпывающие ответы на вопросы, которые интересуют наших телезрителей, многих людей сегодня. Но, тем не менее, Марина Петровна, я бы хотела, чтобы вы озвучили еще телефоны горячих линий, куда можно обратиться, чтобы задать свои вопросы, если что-то еще непонятно. Что непонятно, мы продолжаем получать вопросы и на адрес электронной почты министерства. Кроме этого, да, учитывая, что государственную политику мы реализуем через свои подведомственные учреждения и организации по направлениям, у нас подведомственные 14 центров занятости населения, 14 центров социального обслуживания и 14 центров социальной защиты населения. Поэтому по месту жительства, по вопросам, возникающим по тем или иным направлениям, все граждане могут обращаться по телефонам горячих линий, которые открыты в каждом учреждении на сегодняшний день. В городском центре занятости, учитывая массовые обращения, мы открыли 4 телефона горячей линии. Значит, все жители могут обращаться с вопросами непосредственно в те организации, которые предоставляют услуги. В случае, если не получили соответствующих разъяснений или возникли какие-то вопросы, то тогда обращаться в министерство, и мы постараемся через свои либо информационные ресурсы, либо получив обращение на почту, ответить в установленные законодательством сроки. Марина Петровна, я благодарю вас за участие в нашей программе и надеюсь, что наши встречи будут теперь часты. Мне бы хотелось, чтобы вы приходили к нам и рассказывали о тех мерах поддержки населения, не только семьи с детьми, для того, чтобы наши телезрители получали информацию актуальную из первых уст. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!